Обманутым вкладчиком инвестиционные компании Aztex.kz начали частично выплачивать вложенные средства, но деньги пока выдали не всем пострадавшим. Ранее мы рассказывали о финансовой пирамиде, жертвами которой стали сотни казахстанцев. Они вложились в надежде заработать на тендерах, получая ежемесячные дивиденды. Но в итоге люди потерпели убытки в миллионы тенге, а сам организатор был взят под стражу. Удастся ли вкладчикам вернуть свои кровные и чем закончилось расследование скандального дела, выясняла агент Рафина Рикпаева. Люди вот уже больше полгода пытаются добиться возврата своих же денег, а это миллионы тенге. Ранее им обещали ежемесячно платить высокие дивиденды в размере 20% от суммы вклада через государственные закупки. Однако с октября прошлого года выплаты прекратились. Алматинка Жанара Узбекова признается, что вложила в компанию 20 миллионов тенге, из которых 10 и уже выплатили. Это были не только мои деньги, но и деньги моих родителей. И я сделала это, потому что не была достаточно финансово грамотна. Мне очень много обещали в этой компании, и мне показалось, что они говорят правду. А теперь я знаю, ну, из-за этой ошибки, что на самом деле таких процентов никто не может обещать. Главного организатора финансовой пирамиды, который был в бегах, задержали месяц назад и поместили под стражу. Отдуваться пришлось его старшему брату, который заверяет, что к мошенническим действиям близкого родственника отношения не имеет. Заказательство приводит итоги аудиторской проверки банковских счетов. При этом заявляет, что уже выплатил часть денег 37 вкладчикам, чтобы сохранить свою пострадавшую репутацию. Я ради того, чтобы помочь людям, а также, честно скажу, лицемерить не буду, ради своего имиджа, чтобы потом через 5 или 10 лет мне сказали, что в трудную минуту я отвернулся ради этого. И в том числе меня мама просила, чтобы я как-то решил эту проблему. И я не отказываюсь. Я готов решить. И не просто готов. В прошлый раз, это было уже месяц, либо полтора месяца назад, я уже выделял деньги, помощь тем людям, которые напрямую ко мне не имеют никакого отношения. По данным департамента полиции, всего в мошеннических действиях подозреваются три компании. Одна из них выполняла роль агента по привлечению инвестиций. После заявлений вкладчиков правоохранители завели уголовное дело. Как сегодня стало известно из информации следственного управления, задержаны еще два фигуранта, гражданка Р и гражданин М, которые сейчас отворены в изолятор временного содержания. И в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения на период досудебного расследования. Вполне возможно, что пострадавших вкладчиков было бы намного меньше, если бы не масштабная реклама с участием известных личностей, в том числе блогеров и вайнеров. Их, к слову, к ответственности не привлекли. После череды скандалов с финансовыми пирамидами о проблеме заговорили в кулуарах Мажелиса. Депутаты предложили наказывать казахстанских звезд, которые призывают людей вкладываться в сомнительные компании.